Продолжаем грамматический разбор Суры Мы остановились на аете «Умин шарри гасикин ида вакаба» «Яд зла мрака, когда он окутывает» «Аль-Вау» — это харфу «Атфин» — союзная частица «Мабдиму аля фатхин» — с неизменяемым окончанием с постоянной фатхой на конце «Мин шарри мин» — это харфу «джарин» — предлог родительного падежа «Мабдиму аля сукунин» — с неизменяемым окончанием с сукуном на конце «Шарри» — это «Исман маджарурн бимин» — имя поставлено предлогом «мин» в состоянии «Аль-Джарр» «У алямуту Джаррихи» — признак состояния «Джарр» в этом имени — это «Аль-Касрату-Захирату аля-Ахирихи» — явная «Касра» на его конце «Валь-Джарру валь-Маджруру» — харфу «джармин» и поставленное им в состояние «Джар» имя «Шарр» — «Ма-Туфун» «Аль-Джарри валь-Маджруру львы» — соединён союзом «Вау» с предыдущим «Аль-Джарр валь-Маджруру» в аяте «Мин шарри ма-Холика» то есть прибегая к защите Господа Рассвета от зла того, что он сотворил, и прибегая к его защите от зла мрака «Ва-Шарри» — это «Мудаф» — является «Мудафом» — первым членом из афетной связки, из афетного сочетания «Агасикин» — это «Мудафун Илейхи» — второй член из афетной связки, из афетного сочетания «Маджрурун бель-Мудафи» — поставлен «Мудафом», то есть словом «Шарри» в состоянии «Джарр» «Ва-Аля-Мату-Джарри» — признак состояния «Джарр» в этом имени — это «Аль-Касрат Аллахирату Аля-Ахирихи» — явная «Касра» на его конце «Ида-Ва-Каба» — «Ида» — это «Зарфу заманен» — обстоятельства времени «Мобнив Аля-Сукун» — с неизменяемым окончанием — с сукуном на конце «Ида» — это «Исм» — имя существительное, а не «Харф» И в данном случае «Ида» здесь «Ли-Муджарради-Зарфи-Яти» — просто обозначает обстоятельства времени «Они являются шарты», то есть не указывают на шарты, на условия где после него приходят глагольные предложения, являющиеся условием для другого следующего за ним предложения, которое в свою очередь является ответом на данное условие указывает на ответное действие, на которое указывают первое предложение то есть иногда «Ида» бывают шарты, в этом случае «Ха» иногда «Ида» бывают шарты «Ха фидотун ли шартыга мансубан биджавабья» то есть является именем, указывающим на условие, и ответное действие этого условия где «Ида» является мудвафом к предложению, обозначающему условие и ставится в состоянии «Насб» предложением, которое является ответным действием ответом на условие, то есть будет «фи махали» на месте подъезжая «Насб» посредством «Амеля» фактора, который упоминается в предложении, являющемся ответом условного предложения Приведем примеры для обоих видов с такой известной книги как «Тафсир» Так в суре от «Таквир» мы читаем «Ида шамсу кувырат» «Когда солнце будет скручено» Здесь у нас «Ида» обозначает условие и нуждается в двух предложениях где первое является условием для второго, а второе является ответом для первого «Джумлята шарты» условное предложение у нас здесь это «Кувыраты шамсу кувырат» где «Ида» является мудваф к этому предложению, которое будет «фи махали джар» на месте подъезжая «Джар» Также предложения, которые соединены с этим предложением это все предложения вплоть до 14 айта «Айта али матнафсумма ахдорот» «Тогда познает каждая душа, что она принесла» То есть когда солнце будет скручено, а также случится все упомянутое в следующих айтах «Вот тогда познает каждая душа, что она принесла» Значит «Кувыраты шамсу» «Ашамс кувырат» это «Джумлята шарты» условное предложение «Али матнафсумма ахдорот» это предложение «Джумлята джаваби шарты» предложение, являющееся ответом на условное предложение И глагол «Али мат» в ответном предложении является тем амином тем фактором, который воздействует на слово «Ида» и ставит его в состояние «Насб» А если точнее, мы скажем, что «Ида» будет «фи махалли насбин» на месте подъезжая «Насб» так как это имя с неизменяемым окончанием Значит «Ида» мудав к предложению «Кувыраты шамсу кувырат» поставил его в состояние «Аль-джар» А сам «Ида» это «фи махалли насбин» на месте подъезжая «Насб» посредством глагола «Али мат» упомянутого в предложении, являющемся ответом условиям «Ида» имеющихся в начале этой суры, а также всего того, что соединено с ним, а их в общем 13 аятов ответом всего этого является предложение «Али мат» нафсум ма ахдорат Как мы видим, толкователи Корана прибегают к помощи правил науки «Аль-Наху» в толковании тех или иных аятов, что указывает на важность изучения данной науки Ведь не зная этих правил, мы не смогли бы понять слова этого ученого Примером второго вида может служить, например, первый аят суры «Аль-Лейль» «Ночь» «Клянусь ночью, когда она покрывает» то есть покрывает землю Джалал-уддин «Аль-Махалли» говорит в тавсиле этого аята Он говорит «Имя «Иза» в этих двух местах то есть в первом и втором аятах является просто «зарфом» просто обстоятельством времени то есть «ФИМАХАЛЛИ НАСПИН» на месте ПАДИЖААН НАСП то есть не указывает здесь на условия и его ответ а фактором аамином, который воздействует на него является глагол «КЛЯТВЫ» удаленно скрытый глагол «КЛЯТВЫ» «УКСИМА» то есть «Я КЛЯНУСЬ» и т.д. Значит «ВАЛЛЕЙЛИ ИЗА ЯОША» получается «УКСИМУ» «БИЛЛЕЙЛИ ИЗА ЯОША» Так «Иза» это «Зарфу заманин» обстоятельства времени «ФИМАХАЛЛИ НАСПИН» посредством скрытого глагола «УКСИМУ» Так же «Иза» здесь у нас является мудафом «Предложение ЯОША» это «ИВА МУДАФНУ ИЛЕЙИ» то есть «На месте одного имени» например «Иза ЯОША» то есть «ВАГТА ГЩИЯНИ ЛЛЕЙЛИ» «УЛЛАХУ АЛЛАМ» Продолжим на следующем уроке «Иза» «УКСИМУ» 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 «ЕВАГТА ГУБАСЛИ» «УКСИМУ» «РЫСТВЕНН allen» «ЭТА» «УКСИМУ» Продолжение следует...